друзья здравствуйте мы собрались наконец-то моей чудесной гостиной чтобы погадать стрельцу на сентябрь наконец-то потому что ваши соседи по зодиаку свою порцию слез уже получили но прежде чем я возьмусь за карты представьте себе что вот есть какой-то банк который вдруг вздумал выдавать вам каждый день довольно большую сумму восемьдесят шесть тысяч четыреста рублей каждый день бесперебойно хитрость только в том что эти деньги можно потратить в течение дня остаток на следующий день не переходит вечером каждого дня счет обнуляется закрывается правда на следующий день снова вот эта сумма восемьдесят шесть тысяч четыреста рублей оказывается на вашем счете звучит как мечта да многие бы согласились включая меня я тогда намного больше котиков могла покормить прокормить а на самом деле такой банк у каждого из нас есть этот банк называется время представьте каждое утро с рассветом время перечисляет насчет каждого восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд эти секунды понятно в завтра с собой не возьмешь если они остались лежать не использованы не потраченные то они естественно я предлагаю сентябрь 2021 нам с вами прожить под а вот таким вот девизом очень правильно не секунды напрасно давайте ценить время потому что прошло это история будущее это мистерия а настоящий дар это только сегодняшний день давайте ценить время тратить каждую секунду только на то что приносит по настоящему пользу счастье радость вам самим и окружающим окружающим может быть даже больше для стрельца так же как и для других моих любимых зрителей подписчиков вот такие вот карты новые у меня следование ангелами они называются ну или что-то вроде того может быть даже немножко напрашивается другое название карты очень красивые виртуозно выполнены замечательными иллюстрациями красивый даже в профиль вот видите у них какие какая сверкающая боба бачок какой вот такой сверкающий очень хитро изощренно придуманная колода я вам только скажу чуть-чуть что здесь например ангелы которые изображены на старших арканах имеют имена настоящие официальные ангельские имена а фигурные карты масти представлены конкретными людьми историческими личностями и у каждого сайт биографию каждого сайта история и попадание героя на карту тоже не случайно не очень хочется об этом рассказать правда интересно но работаем по старой схеме я достаю стрельца для начала три карты на работу загадайте настройтесь вы получаете пророчество о судьбе может быть с картами даже слегка задаем какую-то программу для особо подверженных так скажем не все такие и стрельцы не все такие внутри карты на работу как сложится ваша профессиональная жизнь и жизнь в бизнесе 1 2 3 очень очень даже неплохо в центре старший аркан карта император название даже говорить само за себя император это карта финансового и карьерного успеха она правда предупреждает что выиграет только тот кто соблюдет максимально четко максимально точно все правила поэтому если вы сейчас ищите новую работу или ищите какую-то новую должность вообще чего-то просите в этом смысле у судьбы играйте строго по правилам никаких обходных путей официально захотите только через передние через парадное крыльцо никаких протекции никаких связей никакого плата все только знаете вот официально анкеты с печатями не несите а как не рисуйте себе более красивое резюме например как это в общем-то принято а вот рядом десятка кубков карта изобилия карта счастье и как никого коллективного успеха она вам обещает попаданием в очень благоприятную среду в хорошее окружение сет клиентский бизнес то это добрые благодарные клиенты это может могут быть просто ваши партнеры по бизнесу коллеги то есть такая радость масса может быть поэтому успех не только рабочий не только ваш лично но целой компании целого предприятия а может и праздник даже какой-то случится что десятки не знаешь чего ожидать это не непосредственно денежная карта вот строго отношение к денежной энергии она не имеет но она говорит что всего будет вот так вот вдоволь с лихвой всего и хороших отношений и заработков и заказов и чего там еще все что может быть здесь да и здесь есть еще тройка жезлов карта великих продолжений она вселяет надежду тем у кого работа затормозилась или бизнес затормозился что-то останавливалась например прежде вы никак не могли пробиться к должности которую ждете а здесь все как будто бы оживает перезагружается вот он великий герои вообще замечаю что как-то художники особо не разнообразит на тройке жезлов всегда рисует вот то что положено по правилам искусства человек спиной к зрителю и обозревает бескрайний какой-то простор ну где-то виднеется там горы что-то еще вот и вот здесь человек на вершине он прошел много но впереди еще столько же опять же вот для ищущих работа это однозначный совет продолжать потому что если вы в сентябре найдете работу потом очень хороший что называется статусный такая работа про которую не стыдно будет рассказать на вечере встречи выпускников действительно удивительно хорошие карты и здесь есть соответствие по масти самое главное работа явно сработается иногда правда император может описывать персонифицированную личную мир может описывать какого-то конкретного человека но в таком окружении это хороший будет человек который скорее поможет научит покровительствует поймет в конце концов эта фигура очень строго очень недоступного но абсолютно справедливо начальника например может быть поэтому в целом что карты вам советуют в сентябре в смысле работы обращайте внимание на людей не стремитесь все сделать в одиночку потому что вероятно наибольший успех такой был очевидный будет именно коллективной массовой не тормозите все продолжайте за что взялись прежде ну да и да соблюдайте правила читайте документы правильно составляете документы не надейтесь на вот император это такая карта в этом смысле ответственно он исключает наш любимый авось никаких случайностей все только строго регламента в строгом соответствии с регламентом с инструкцией буквально карта обозначает карьерный рост для стрельцов хотите вы карьерного роста подумайте успели вы размечтаться на новый бизнес год а карьер о новой должности следующие вопросы будут про деньги ваши доходы и расходы как вы себя будете ощущать наедине со своим кошельком удастся ли заработать и накопить например много желательно раз-два-три вот эти карты слышат меня да я сказала много и карты говорят много много будет денег друзья причем неожиданно просто ждите крупную внезапную внезапную как полет российского истребителя хотел сказать полет шмеля но менее внезапный на вот внезапную новость о больших деньгах причем это новость знаете как долгожданное и неожиданное одновременно это может быть знаете с чем сравнить но поскольку в центре здесь есть карта суд возможно у вас вот идет за деньги судебный процесс а судебные процессы все за деньги и вы точно знаете что вы играете да что когда-то случится это великое заседание суда но не знаете когда будут в сентябре вполне можете этого себе ожидать просто потрясающего паш жезлов все пажи это новости пожил это это деловая новость в данном случае это денежная новость карта солнца одна из крупных самых крупных денежных карт в колоде тару она собственно и обозначает вот саму сумму которая а греет и обжигает руки поэтому какое-то неожиданное событие крайне важное крайне серьезное крупное связанное с деньгами вождем но естественно мы ведь спрашиваем еще и советы карта для вас до советы такие ну во первых слушайте все что вам космос приносит через людей естественного космоса своего ротика нет чтобы с вами разговаривать а вот слушайте новых людей может быть приветствуйте новых людей ждите и встречайте информацию вот где-то там нечто важных может быть новость о каких-то новых заработках для вас о возможности открыть бизнес собственно о котором вы давно мечтали это в конце концов возможность и случайных денег например их и тоже никто в наше время не исключал да все ваши финансовые затеи похоже обречены на колоссальный колоссальный успех только вот что скажу все таки вот карта суд одна из фатальных карт в колоде и она не рекомендует сильно копаться самому в чем-то да вот копаться копаться если вы вот спрашиваете например так купить ли мне квартиру выгодно ли будет мне в сентябре купить квартиру да я скажу так похоже что очень выгодно но не начинайте сами дождитесь эту новость вам надо дождаться когда мы прям буквально знаете гром с неба грянет как и тогда станет уже понятно что а да да срочно надо брать прекрасные карты определенный риск здесь правда просматривать или если вы спрашиваете в сентябре стоит ли мне новый бизнес например какой-то открывать все то же самое однозначно стоит но сидите тихо пока не услышите какую-то важную с этим связанную новость пока человек нужно например не появится не принесет это весточку в клювике следующая тема моего гадания друзья стрельцы дорогие вечно влюбленные стрельцы не бывает стрельца который в любой момент времени не влюблен в кого-то или во что-то конечно многие представители вашего знака давно и часто кстати взаимно влюблены в деньги но это же не исключает любовь это же сила чувства такая же еще сильнее но сказала влюбленных деньги и пусть пентакли перевернулась это я угадала да вот а когда это я нет сейчас про любовь романтическую как будет складываться вашу любовную историю это гадание для вас если вы одинок если вы в паре если вы в браке может быть уже 30 лет и более вот или ваше сердце наполнено чувствами и будете ли вы бегать на свидание услышите ли вы может быть серьезные как только за долю секунды столько прилагательных перебрала в голове но ни одной из них по не проходят по требованиям туба и так про любовь 1 2 3 неплохие в целом карты вас ждут неплохие но я все таки думаю что денежные истории сентября для вас будут выразительнее чем любовные давайте вот так вот сравнивать да что месяц в основном несет здесь с одной стороны мы видим например в центре восьмерку жезлов эта карта безусловного везения в любви именно по ней случаются неожиданные великие знакомства которые потом при перерастают так вот такие же великие чувства восьмерка жезлов говорит вам о том что в любви вам повезет ну например соперница куда-то внезапно денется или удастся познакомиться завести разговор с каким-то мальчиком который вам давно нравится восьмерка жезлов еще описывает правильные случайные встречи ну насколько случайно это пусть на вашей совести останется возможность оказаться в нужное время в нужном месте осьмерка жезлов это хороший знак для одиноких людей это действительно чудо знакомства это стрелок иногда кстати вот на этой карте а что здесь нарисовано лошади да какие-то но потом разберемся когда будем делать обзор вот а вообще-то на восьмерке жезлов часто рисуют стрелы колчан со стрелами и стрелы купидона в том числе по этой карте проходит то есть у вас возможность внезапно влюбиться в нового или давно знакомого человека есть а рядом двойка пентаклей карта динамического баланса выбор и легкость она обозначает легкие карты вам выпадают легкий ничего такого что нельзя было бы провернуть назад легкий выбор из двух вариантов например из двух женихов для кого-то пойти ли не пойти на свидание начинать любовную историю или начать или не начинать и карта это двойка пентаклей всегда советует очень легко очень просто к выбору относиться не ломать голову вот так вот не сидеть господи как трудно то нет все поправимо все исправимо будет в любви для вас сентябре то есть если вы даже промахнетесь например действительно с каким-то интернет знакомым зря сходите на свидание прям нет то все равно можно будет это очень легко ну в конце концов забыть и над этим посмеяться все это карта вот легкости и какого-то выбора и есть чуть-чуть грустная тройка мечей она говорит вам только о том что кручины ваши в любви вот кручины сентября будут напрасными из эти несколько устаревшие то есть будете оплакивать может быть какие-то потери свои свои свое прежде разбитое сердце но и эти истории не не оживить это то что давно пора забыть помните я вам в моем вступлении сказал что прошлое это всегда история но тройка мечей это еще и карта разбитого сердца поэтому вам кому-то из вас покажется что вам подразбили сердце ничего серьезного ничего прямо по-настоящему разрушительного не будет но ваш прошлый негативный опыт например в отношениях заставляет вас на ровном месте видеть такую проблему как разбитое сердце поэтому в целом карты допускаю для стрельца массовые новые романтические знакомства легкий веселый выбор связанный с ними небольшие разочарования незначительные которые скоро заводятся и карты вам выпадают может быть не слишком крупные но в целом хорошие они хорош хороши для тех кто например мается одиночеством и невниманием со стороны искомого противоположного или нет пола здесь внимание достаточно и возможности внезапно каких-то достаточно и комплименты свидания внимание сообщение ну знаете это какая-то такая любовная или около любовная суета не могу сказать что из истории сентябрьских однозначно что-то серьезное вырастет для вас но могу сказать что однозначно вы и не будете тотально одни примерно так если вас ждет судьба отношения которые есть у вас сейчас судьба брака или судьба просто какого-то партнерства то карта вам советует во первых не поминать старой обиды не припоминать старой обиды своему избраннику относиться ко всему легко и ожидать все-таки какое-то движение какую-то удачу но романтических остро романтических карт тут нет слышите я ни разу не произнесла слова любит влюблен здесь немножко про другое есть объективная сторона то что происходит а не то что чувствуется и наконец я спрашиваю для стрельца про семью семья ваши родственники дом-квартира место жительства домашние дела также три карты 1 дома по месту жительства и вообще в семье случится много всего разного произойдет то что достаточно разные карты выпадают и описывают соответственно разные истории которые наслаиваются 1 на другую или вытекают одна из другой в центре к сожалению десятка мечей карта кризисная последняя понумерованная карта масти мечей и она описывает не обязательно что-то плохое но она описывает конец определенного этапа в жизни семьи это может быть переезд который для к кому-то не нужен или для кого-то не своевременный это могут быть достаточно тяжелые ссоры после которых трудно или невозможно будет друг друга простить то есть это некий такой водораздел вашей семейной вашей домашней жизни десятку мечей не нужно бояться потому что она приходит только тогда когда есть что разрушить когда есть что поменять отношения в семье в конце концов сам дом может быть для вас давно пришло уже время его поменять но вы никак не решать а тот набор внешних обстоятельств вам ну да немножко болезненно помогает это сделать королева кубков это фигура женщины которая близка к дому причастны к вашему дому который очень хорошо к вам относится очень во многом помогает так например если вас ждет какой-то действительно семейный кризис но например кризис в браке то это может быть ваша сестра какая-то подруга которая вас утешает и дает очень правильные советы хочу королева кубков это любовь во всех ее знаете таких очевидных проявлениях и эта карта говорит что вы услышите слова поддержки и возможно будете поддерживать еще кого-то это подарки это родственники которые спешат на помощь это в конце концов жилетка которую можно поплакаться и плечо которым можно прислониться ну да плечо несколько женское вроде бы не этого мы ждали но что есть и эта карта советует вам своих родственников сильно любить несмотря ни на что и если нужно смелее обращайтесь за помощью вы ее получите по крайней мере эмоциональную по крайней мере советы какие-то правильные и здесь есть четверка пентаклей но это денежная масть эта карта о деньгах и она кстати очень уместно потому что эта карта про дом и про сундучок с сокровищами вот ваши кручины вот эти ваши кручины семейные сентябрьские по большей части окажутся связанными с деньгами и слава богу с семейным бюджетом кризис семей семейного бюджета наступает и может быть крупные какие-то неожиданные траты или покупки даже пусть полезны но на которую вы не рассчитывали и ради которых вам приходится выгрести все свои сбережения до конца но четверка пентаклей это все-таки сокровище она говорит о том что в ваших руках или в руках семьи кажется некая ценность некая несгораемая сумма что-то что надолго на века какая-то ликвидная конвертируемая вещь покупка дома проще всего представить себе покупку дома или покупку какой-то другой какой-то дорогой вещи для дома ну той же самой мебели например и да что-то ваших семейных отношениях или ваших семейных делах не вернуть что-то поменяется в сентябре вот раз и навсегда может быть кстати вот система образования семейного бюджета до деньги вот они откуда берутся кстати вот эти карты могут для стрельца здесь в соответствии с другими сыграть очень даже хорошо смотрите вам выпадает колоссальная денежная визе поэтому может быть вот после этих перемен вы окажетесь генеральным спонсором а соответственно и главой семьи и пожалуй я хочу достать для вас одну карту совет только я не знаю из какой колоды ну например колода тару кроули под рукой ближе всего чтобы не тянуться лежит стрельцу какой будет совет ну посмотрим сначала что здесь целом в сентябре обратите больше наибольшее внимание конечно на работу и на деньги на любовь в меньшей степени там не такие крупные возможности ну правда и не такие крупные опасности конкретно что делать я уже рассказал один совет от моей любимой колоды тару кроули стрельцу луна тайна вам выпадает представляете до этого что-то тайн я вашем раскладе особо как-то вообще не наблюдала а здесь неожиданно да вот колода кровли подсказывает вам что в вашей жизни назревает какая-то тайна либо это ваша которую вы создали и долго вынашиваете и пой пестуете вашей тайне что-то угрожает возможно она будет раскрыта хотя вы знаете подумал так что вот стрельцы меньше всего склонны делать какие-то тайны из своей жизни вот меньше всего но это вообще не в вашем характере могу припомнить ни одного стрельца который бы осознанное и тем более долго и тщательно что-то скрывал вы не считаете это нужно мы считаем нужно много скрывать свою жизнь не считаете чтобы это не было вот особенности гороскопа особенности характера но этому помимо вашей конечно это может быть и чужая тайна будьте внимательны я не вижу чтобы вас как-то уж очень сильно в сентябре обманули нет скорее всего это тайна обойдет вас стороной будет где-то вот кружиться вот знаете вокруг и сильно особо ваших интересов не затронет но это пока потому что любая тайна она как снежный ком все время растет целом карта луна советует вам на что-то раскрыть глаза почему-то догадаться спасибо кстати если вы новый зритель подписывайтесь пожалуйста на канал это очень важно но а мы с вами увидимся еще много раз до свидания